Всем привет! На сегодняшнем уроке мы научимся продавать криптовалюты и выводить деньги. Мы изучим конкретный алгоритм действий для вывода на банковскую карту или в наличные, потому что это максимально удобные для трат варианты. Курс у нас сегодня 54 000 за один биткоин. Запоминаем эту цифру для того, чтобы нам было легче выбирать, какое направление более выгодное, какое направление менее выгодное в мониторинге BestChange. Но прежде чем мы приступим непосредственно к операции по выводу криптовалют, я покажу вам внутренний обмен на десктопном кошельке, операцию которую мы обсудили на прошлом уроке, но на практике не успели сделать. Итак, заходим в свой десктопный кошелек. Открываем доступные тикеры. У нас есть биткоин, эфир, тезер, кардано, XRP и так далее. В нашем случае это будет Stellar. Тикер XLM. Добавляем его. Заходим. Нам нужно получить адрес, на который мы будем пополнять ваш кошелек. Вот мы его видим. Сейчас я скопирую этот адрес и передам своему коллеге, для того чтобы он пополнил мой кошелек Stellar. Копирую. Передаю. Вот мы видим входящую транзакцию. Stellar очень быстрая сеть. Я получил входящую транзакцию буквально в течение минуты после того, как отправил кошелек своему коллеге. Теперь мы можем посмотреть, как работает на практике внутренний обмен. У нас есть 1800 Stellar. Мы хотим поменять на биткоин. То есть мы хотим продать все Stellar, которые у нас есть. Поэтому я жму All, для того чтобы получить соответствующую сумму в биткоине. Курс обмена, как вы видите, плохой. Но тем не менее, для того чтобы показать, как это работает, мы совершим этот обмен. Жмем. Процесс обмена занимает какое-то время. В данном случае, скорее всего, он отнимет у нас порядка 30 минут. Давайте зайдем в кошелек биткоина и посмотрим, что там происходит. Мы видим транзакцию обмена. Мы видим, что она в состоянии проверки. То есть наша обменная операция сейчас в процессе. Она происходит. Примерно через 30 минут вот эти вот деньги, вы уже видите, что стало больше, чем было, мы сможем тратить и выведем их в более привычную форму. На сегодняшнем уроке мы будем выводить на банковскую карту, потому что с банковской карты каждый из вас знает, как тратить деньги. Итак, допустим, у вас есть какая-то криптовалюта, например, биткоин, которую вы хотите продать и потратить на какие-то свои цели. Вот на кошельке у нас биткоин. Мы можем отправить его кому-то для того, чтобы получить нужное. В нашем случае это фиатные деньги к себе на карту. То есть нужен кто-то, кто совершит менную операцию. Идем в мониторинг bestchange.com. Выбираем нужное направление. Так как я хочу, чтобы все было максимально быстро, я буду использовать то же самое направление, которое мы использовали на покупку криптовалют. Мы покупали биткоин с долларовой валютной карты. А сейчас, соответственно, мы будем продавать биткоин для того, чтобы получить деньги на долларовую валютную карту. Выбираем направление «Биткоин» в левом стакане и «Виза мастер-карт» долларовая в правом стакане. У нас выходит какое-то количество вариантов. Выбираем самые надежные обменники, у которых больше всего операций по данному направлению. И быстро находим тот обменник, который мы использовали для покупки биткоин. Давайте использовать его сейчас для того, чтобы максимально быстро провести обмен. Это не самый выгодный вариант, однако он самый быстрый, потому что наша банковская карта уже верифицирована конкретно данным обменником. Поэтому нам такой вариант подходит. Система следующая. Мы выбираем направление. В нашем случае это «Биткоин», «Виза мастер-карт», «Долларовая». Мы хотим получить какое-то количество валюты на свою долларовую карту. Какое? Ну, допустим, мы хотим получить 150 долларов США. Система показывает, какое количество биткоинов нам нужно будет перевести к ним на кошелек. В деталях мы указываем свой e-mail, номер долларовой карты, на которую мы хотим получить деньги, и свое полное имя, имя держателя этой карты. Начнем обмен. Обменник указывает нам тот публичный ключ свой, на который мы должны перевести необходимую сумму биткоина. Копируем этот публичный адрес, идем к себе на кошелек, жмем кнопку «Сенд» — «Отправить», указываем тот публичный адрес, который нам дал обменник. На него мы должны сейчас перевести ту сумму, которую нам выставил обменник. Вот она. Копируем ее, открываем кошелек, вставляем. Теперь мы можем указать желаемую комиссию. Чем больше будет комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция. После того, как мы указываем адрес и количество биткоинов, которые мы хотим перевести, мы можем их отправить на указанный публичный адрес. Система спрашивает, вы уверены, что вы хотите перевести такое количество на такой адрес? Да, мы уверены. Поэтому жмем «Отправить». И вот наша транзакция. Мы можем открыть ее спецификацию и посмотреть ее в обозревателе сети биткоина. Для этого просто нажмем на ID транзакции. Я вам рекомендую скопировать ID транзакции для того, чтобы подтвердить факт перевода денег. Идем в обменник и жмем кнопку «Я оплатил». Администратор получил информацию о нашем заказе. Вот его номер. И сейчас нужно дождаться, обычно, трех подтверждений сети. Они отобразятся в мониторинге. Видите, сейчас у нас неподтвержденная транзакция, а должно быть минимум три подтверждения, для того, чтобы обменник начал зачисление денег на карту. Обычно это занимает от получаса до часа. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их администратору в чате. Нас спрашивают номер заказа для того, чтобы идентифицировать. Даем номер заказа и спрашиваем, как долго. Спасибо. Процедура стандартная. В течение 5-15 минут этот обменник отправит нам 150 долларов на нашу банковскую карту. Состояние перевода всегда можно отслеживать по обозревателю сети Биткоин. Если вам не нравится этот обозреватель, можно использовать какой-нибудь альтернативный. Например, у blockchain.com тоже есть свой обозреватель. Ситуация такая же. Транзакция пока не подтверждена. Итак, прошло около получаса, и видите, три подтверждения сети появилось. Это значит, что обменник убедился в том, что мы перевели ему биткоины, и сейчас, в течение 5-15 минут, должен совершить перевод на нашу банковскую карту. Если мы зайдем в свой заказ, мы видим, что мы успешно прошли все необходимые этапы. От создания нового заказа до оплаты битками. И вот у нас происходит зачисление на нашу банковскую карту. Сразу скажу, что этот способ насколько быстрый, настолько же и невыгодный. Потому что с банками в принципе работать тяжело, а вдвойне с ними тяжело работать, когда речь идет об американских долларах. Поэтому те обменники, которые совершают подобное направление, постоянно сталкиваются с какими-то проблемами. То банк не пропускает платеж, то банки его блокируют, то требуют каких-то подтверждений и так далее. Однако, как пример, этот способ вполне подойдет. Так как в нашем случае мы использовали то же самое направление вывода, что и заводы денег в систему. Вы видите, у всех этих обменников курс не очень сладкий. Потому что если мы зайдем в CoinMarketCap, то мы увидим, что биток сейчас около 54 тысяч долларов. А обменники нам предлагают 51 тысячу долларов вместо 54. Каждый раз, когда вы будете выводить деньги из криптовалют, вам придется искать более оптимальные, более удобные, более подходящие конкретно вам способы. Потому что каждый из нас находится в разных странах, с разным банковским и финансовым регулированием. И поиск оптимального варианта не такая простая задача. Однако эта задача легко решается с помощью мониторинга криптообменников bestchange.com. Тут вы можете выбрать то направление, которое вам нравится, и посмотреть, какие там комиссии и насколько вам это выгодно. Вывод по любому направлению происходит по стандартной схеме. Нужно определиться с обменником, зайти в него, указать, что вы отдаете, что вы хотите получить, и выполнить инструкции. Скорее всего, вам нужно будет указать, куда вы хотите получить то, что нужно, и будет указан кошелек, на который нужно будет перевести криптовалюту, которую вы продаете. Это базовая схема. Она используется во всех обменниках, которые представлены на мониторинге. Нам важно понять, что существует огромное количество разнообразных направлений и способов обмена. Какие-то из этих вариантов вам подойдут лучше, какие-то хуже. Все варианты обмена можно условно разделить на три категории. На удобные варианты, на выгодные и на профессиональные. Удобные — это то, что вам хорошо знакомо, с чем у вас не возникнет никаких проблем. Например, удобным вариантом является направление продажи биткоинов за, например, Kiwi либо WebMoney. То есть за электронные деньги. Если у вас есть кошелек в системе WebMoney, то это достаточно хорошая сделка. Там будет очень маленькая комиссия. Или, допустим, мы можем поставить рублевый Kiwi. Курс адекватный. На таких обменниках вы будете мало терять. Либо варианты использования интернет-банкинга, например, Сбербанк. Отдаю биткоин и получаю себе в банкинг Сбера. Тоже курс весьма хороший. Это удобно, понятно, быстро. Но, возможно, не самый идеальный курс из всех возможных. Если нам нужен выгодный вариант, для выгодного варианта нам нужно будет сделать транзит через какой-нибудь стейбл-коин. Я рекомендую использовать тезер ERC-20. То есть мы продаем биткоин для того, чтобы получить на свой кошелек ERC-20. Для этого мы заходим в свой кошелек и находим соответствующий тикер. Вам нужен тезер для эфира. Вы видите, и TH написано. Это и есть тезер ERC-20. Выбираем его, и, соответственно, чтобы произвести обмен, нам нужно получить адрес. Вот тот адрес, который мы копируем и отдаем обменнику, когда совершаем такое направление. То есть, когда мы биткоин продаем за тезер ERC-20. В обменнике нам нужно будет указать, на какой кошелек мы хотим получить этот тезер. Почему направление с транзитом через тезер считается выгодным? Потому что тут очень маленькие потери. Когда мы продаем биткоин за тезер, у нас курс практически такой же, как в CoinMarketCap. Мы фактически ничего не теряем. С другой стороны, тезер, который мы получаем по итогу к себе на кошелек, мы не можем расходовать в магазинах, совершать покупки. Поэтому нам придется сделать две операции. Мы продаем биткоин, получаем тезер на свой кошелек. А потом меняем направление в стакане. Тезер ERC-20 мы меняем на все, что хотим. Можем, например, поменять на те же самые электронные деньги для наглядности. То есть, если у нас есть, например, рублевый кошелек Kiwi, то мы видим, что тут у нас более приятный курс, чем был на предыдущем варианте. То есть, наши потери меньше. Либо мы можем использовать какой-нибудь знакомый нам интернет-банкинг. Например, Альфа-банк. Тоже у нас получается классный курс. То есть, когда мы через обменник продаем тезер, чтобы получить какую-то привычную нам фиатную валюту, например, рубли российские, либо мы можем получить американские доллары, мы практически ничего не теряем. Наши потери минимальны. Поставим, например, доллары. Потому что тезер тут у нас 1 доллар. Ну, соответственно, получаем 1 доллар. Но и вы видите, что наши потери тут полпроцента на обмен. Что весьма и весьма выгодно. Поэтому вам придется заморочиться. Вам придется сначала продать свою криптовалюту за какой-нибудь стейблкоин. Скорее всего, за тезер ERC-20, потому что в этом направлении больше всего вариантов. И после того, как он появится у вас на кошельке, вы сможете расходовать его. Вы сможете его отдать. Например, вывезти через Альфа-банк. В рубли. У вас получится почти 76 рублей за 1 доллар тезер. Для тех из вас, для кого это важно, вы можете использовать эти способы. Для тех из вас, для кого это не важно, либо кто боится запутаться, вы можете делать сразу. Из биткоина на электронные деньги. Либо на интернет-банкинг. На тот же самый Сбер, либо Альфа-банк, либо Киви-кошелек, либо Вебмани. Как всегда, за все в этом мире нужно платить. Можно сделать это удобно, а можно это сделать выгодно. Но есть еще и третье направление обмена. Оно считается профессиональным и выгодным. Что это за направление? Это когда вы меняете криптовалюты на наличные. Например, на доллары США. По курсу вы можете видеть, что это направление еще и достаточно выгодное. Почему оно считается профессиональным? Потому что оно требует от вас дополнительных усилий. Вам по этому направлению нужно будет подъехать в обменник, в их кассу. Либо встретиться с курьером для того, чтобы получить вот эти вот наличные доллары, как в данном примере. Кроме того, этот способ подходит не под каждый регион. Видите, в Москве достаточно много обменников. Если это будет какой-то другой российский город, там будет существенно меньше. А в каких-то ситуациях вообще обменников не будет. Соответственно, вы не сможете использовать данное направление. Но это направление позволяет вам не только использовать выгодный и хороший курс. Оно очень часто позволяет вам использовать анонимность. Потому что пока что регулирование слабое. И поэтому большинство вот этих вот обменников, они работают анонимно. То есть они и не будут требовать у вас паспортные данные, когда вы будете совершать обмен по этому направлению. Но если говорить вообще о самом профессиональном способе вывода крипты в фиатные деньги, то речь, конечно же, идет о наличных, и речь идет о транзите через тезер. Самый выгодный, самый анонимный, самый профессиональный вариант обмена, который используют опытные люди. Это вариант, когда вы свою криптовалюту продаете за тезер, например, тезер ЕРЦ-20, чаще всего. И после того, как у вас образовался тезер, уже его вы продаете за наличные доллары. Тут у нас получается вообще очень интересная ситуация. То есть вы отдаете одну монету тезера, а получаете по итогу больше, чем отдаете. Вот эти вот обменники, вот эти, что я сейчас показываю, они вам добавляют наценку за то, что вы будете продавать им тезер. Просто этим обменникам сейчас очень нужен тезер. Поэтому они стимулируют клиентов сдавать тезер именно у них. А вот эти уже, видите, идут в отрицательной зоне. Но в целом получается такая ситуация, что если у вас есть тезер, вы можете его продать за наличные доллары, за кэш, фактически один к одному. И, скорее всего, большинство этих обменников проведут такую операцию анонимно и в любом количестве. Этот вариант сложный. Он требует более глубокого понимания, как все работает. Он требует определенной практики. Итак, подведем итог. Для того, чтобы вывести деньги на банковскую карту, либо в наличные, то есть вывести в какую-то форму, которую можно легко тратить, нужно использовать мониторинг криптообменников, такой как BestChange. В нем есть огромное количество различных вариантов, среди которых мы выделяем удобные варианты, выгодные варианты и профессиональные варианты. Ну а теперь, после того, как мы получили теоретическую информацию, пришло время попрактиковаться.